ну что друзья всем привет меня зовут ирина критикова и добро пожаловать на мой канал петельки радость я конечно неимоверно долго затянула видео как никогда ну оправдываться не буду то забыла свитер в городе то сох свитер не постирала 2 в общем какие-то дела дачные сказал оправдываться не буду но в общем главное что это видео свершилось я его снимаю для вас у меня есть что вам показать у меня две готовые плечевые работы 2 готовых плечевых изделия вот и есть процесс но новый и не один но все показывать в этом видео не буду чтобы у вас не загружать такой обширной информации моих работ потому что вы знаете что я многопроцессница и за все хватает все мне хочется поэтому поэтому в общем то сегодня постараюсь уложиться минут в 30 ну а там посмотрим как пойдет усаживайтесь поудобнее берите вязание либо готовить начинаете в общем как обычно под мою болтовню давайте вместе с вами приятно проведем время я тоже кофе к себе налила тоже буду потихонечку пить буду стараться говорить погромче я без микрофона я одна дома я всех кожи проводила гулять одна спит в другой комнате этом закрыла вот муж на работе рабочие уехали поэтому я вот одна в целом доме могу что хочу делать петь танцевать и кричать вам в камеру так что надеюсь что будет все хорошо слышно и давайте начнем я вам сейчас покажу кусочки которые я снимала за эти там пару недель уже как всегда не помню что я там снимала покажу вам кусочки там были процессы их начало немножечко продвижения вот а потом уже вернемся в день сегодняшний и покажу готовый результат всем привет решила сделать такое небольшое включение показать вам что мой любимый свитер по мастер-класс анастаси моториной практически готов вот я довязала один рукав вот здесь получается я провязала крайний ряд лицевой потом просто закрыла петли обычным способом и вязала крючком мне очень понравилось и так делал в паутинке и мне тут тоже так захотелось сделать потому что иглой как-то мне если честно и лень закрывать и не хотелось мне хотелось прям вот такую это плотненькую обвязочку у рукавчика ну тут нужно будет прятать кончики еще но вопрос у меня еще заключается вопрос у меня возник в другом я нашла у себя вот такие пайетки вот такие пайетки они идеально сюда подходят прям вообще идеально серая ниточка я подумала простите хриплю горлышко болит может быть добавить в рукав и не делать узкий манжет а сделать резинку широкую но сейчас примерила и понимаю что я вряд ли буду такой свитер носить потому что он какой-то получается праздничный по мне и например там на работу или для этого в такой обыденной жизни вседневной я не уверена что буду носить свитер с поэтками хотя смотрится очень даже прикольно скорее всего решение приняла распускать сейчас все это дело ну вот решила вам показать симпатично смотрится может быть я их применю в каком-то другом сером свитере об этом наверное нет у меня идея какая была сделать здесь палетки здесь широкую резинку распустите ту резинку и сделать вот еще рядочек палетку ну что-то вот померила и мне просто нитка нравится как самостоятельная это казал альпака эйр вот кстати был бежевым и такой свитер связан я покажу потом наверное видео как отличается пряжа этот шнурок такой набивной набивной он не сильно равномерно видно но нет нравится вот но он прям набивной набивной а бежевая я вязала прям тонюсенький какой-то был красивым жалко распускать или оставить в общем не знаю скорее всего все таки распущу потом мне напишите надо было оставить но я просто понимаю что он тогда будет лежать так я его буду носить потому что он такой приятный приятный такой расцветки повседневной вот и брошечка или с каким-то украшением будет хорошо смотреться без пайеток а если будут пайетки то это будет уже лишним наверное пайетки будет прикольно добавить какой-нибудь ангол может быть или есть у меня пух норки тоже может быть красиво в общем буду распускать всем привет а решила сделать небольшое включение на заднем фоне там кушает кошечка так что не обращайте внимание я начала новый проект вот по мастер-классу и потом расскажу про него сейчас не помню название и вижу такую двойную горловину набирала набросываю нить петельки резинка один на один здесь два ряда таких провязываются когда изнаночные снимаются не провязываясь вот и будет такая двойная горловина сейчас я перед у нас пицца побольше буду соединять уже здесь петельки и дальше уже начну увязывать росток посмотрим что будет пряжа у меня drops air такой осенний цвет но если честно конечно на фото он по-другому выглядел в принципе тоже неплохо вот обожаю конечно я drops air мигусенькая такая пряжа для меня вот и сейчас в общем-то буду соединять первый раз вижу такой ворот чтобы набросывание набирать войну word вязала но я вязала свитер мышка и взяла свитер снизу вверх вот этот будет регланом когда снизу вверх там просто он вяжется повыше да и подворачивается здесь же такие вот небольшие хитрости применяются как вот такой сгиб провязыванием двух рядов из когда мы изнаночную не вяжем а снимаем вот и вот такие в общем-то дела в общем буду пробовать так еще ни разу не пробовала если понравится буду дальше конечно же практиковать там можно было и высокую горловину связать по мастер-классу но я думаю ну что у меня все высокие хотя я очень люблю высокое горло но в общем будут будет вот такой свитерок думаю пока что там посмотрим потому что я планирую одно выходит иногда другое такая у нас чудесная конечно погода мобили это настоящее солнышко стез уже закат будет уже есть грядки уже почти мы зацениться солнышко и и и и и и всем привет у нас утро субботы какое сегодня число то если понедельник будет 25 23 до получается сегодня 23 сентября и я вот покажу вам что я вчера связала помните не точнее я показал вам кусочек как я начинала вчера и вот уже вот такие мне продвижение цвет меняется вообще ужас как не передает попробую тоже не передает вот-вот настоящий цвет связала уже половину кокетки получается рекламная линия сделала двойной отворот все прекрасно пряжу у меня антроп сверки просто в клубочек перемотала два узелка уже здесь была в этом клубочке вот такая пушистенькая кофточка получается все таки я очень люблю drops и и карте в том кусочке это говорила связалась быстренько вот сейчас мне есть часочек пока муж меня не задачу делами и уехал в леруа я часочек повяжу сейчас здесь не террасе а потом уже будем приступать за работу во дворе на даче вот вот такая красота в общем хотела просто показать пока мне все нравится чтобы дальше будет видно вот я общем-то подумала что если увязывать здесь один моточек один моточек еще чуть-чуть буквально от 2 вот этот этого не подумал если вы ввязывать один моточек в день то за шесть-семь дней можно связать прекрасный джемпер посмотрим в общем не хочется пораньше чтобы снять вам влог я не снимаю пока не выпускаю видео хочется мне вот я серый свитер связала паутинку связала хочется это довязать тогда тогда уже снять видео при готовых работах в общем буду вязать всем отличного дня ну хотя вы увидите то уже позже но все равно отлично и и и и и и и и и Продолжение следует... Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас вторник, 26 сентября. Я вам показываю продвижение своего свитера. Это свитер Марвин. Ну, по описанию, да, Марвин. А чуть-чуть тут сносила свои коррективы незначительные. Он мне, конечно, получается никак в описании, в плотность я не попала. Вот, но показываю вам продвижение. Я, по-моему, снимала вам в субботу. У меня еще не были сниты рукава. Были недовязаны вот так где-то примерно. Вот столько я провязала за субботу вечера. Вот, это воскресенье. Вчера не вязала его, как-то не было времени. А сегодня я, если честно, собиралась снимать влог уже. Вот, но буду завтра, потому что все мои готовые работы не досохли. Вот, решила вам показать сейчас перед дальнейшим вязанием, что у меня получается. Это обычный реглан с увязанием ростка. Двойная горловина здесь. Мне очень понравилось в описании, как это делается. Я раньше делала по-другому. Здесь все проще, мне кажется. Здесь набросовую нить набирается. Мне кажется, я уже рассказывала. Не буду повторяться. Наверное, резиночка потом соединяется. Вот, дальше реглан. Разделила на рукава. И тут, получается, у меня уже резинка. Еще сантиметра два. И буду закрывать. Буду пробовать закрывать иглой. Никогда раньше не делала этого. Всегда боялась. Но хочу попробовать. Очень хочется мне сделать такое закрытие. Пряжа у меня, как я, наверное, уже показывала. Drops Air. Вот, вот такой реальный цвет. По-разному передается в камере. Вот сейчас прям какой он есть. Что хочу сказать. Узелки встречаются. Мне кажется, я уже тоже говорила. Поэтому приходится иногда обрезать нить. Почти что в каждом клубочке встречаются узелки. Но благо тут шнурок соединяется легко. Вот. И еще мне хотелось бы отметить, что я заказывала моточки на маркетплейсе. И они по три штучки идут в наборе. И я заказывала девять моточков. И вот они как-то все отличаются в каждом наборе. Один продавец вроде все. Но и одна даже партия номер. Цвет номер 22. Вот. Одна партия. Но почему-то один моточек такая более плотненькая ниточка. Другой моточек более тонкая ниточка. Я даже начинала снова, бросала, убрала другой. Вот. И как-то они, конечно, отличаются. Но вообще я эту пряжу очень люблю. Вязать из нее одно удовольствие. Мне нравится, как неровненько ложатся петли в резинке. Потому что структура пряжи такая не совсем однородная. Вот. Но очень похоже с Gazal Air. Очень похоже. Особенно вот эти вот... Ну вот оттенок серого. У меня был оттенок осеннего, желтого. Прям вот они по структуре очень похожи. Я говорила, у меня был бежевый Gazal Air, то та ниточка была тоньше гораздо. А эти прям очень похожи. Прям невероятно неимоверны. Прям один в один, мне кажется. Вот. Я сейчас постирала свои свитера, которые у меня готовы. Свитер паутинка и серый джемпер, любимый свитер. Сушится. И, кстати, я постирала в машинке любимый свитер. И вроде как бы с ним ничего не произошло. Вот. Будем надеяться, что все будет в порядке. Немножечко резиночка там подрастянулась. А так нормально. Ну, в общем, буду продолжать вязать. Пока мне все очень нравится. Я хотела именно такой небольшой свитерок. Он такой укороченный получается, чтобы вот с высокими брюками носить. И он такой тепленький, уютный. И прям вот такой осенний-осенний. Мне кажется, брошечку сюда можно какую-то прикреплять. Очень красиво будет. Можно вышивку какую-то сделать. Но пока что-то мне не хочется. Не хочется такой вот, знаете, чтобы он был самый-самый простой. Потому что такие свитера больше всего нашу. Вот опять цвет не тот. Цвет на самом деле вот такой. Ну все. Буду вязать дальше. А завтра тогда уже буду снимать влог. Я думаю, немножечко будет продвижение. Вяжется, конечно, быстро. Было бы время. Вот. Я вяжу, а хочется снимать каждую минутку. Потому что, посмотрите, как клево на солнышке блестит пряжа. Такой цвет. Прям осенний-осенний. Прям настроение улучшается. Мне очень хочется, если у меня пряжа останется, может быть, вязать такие еще носочки и шапочку. Будет прикольно. Ну, не знаю, как шапочка, конечно. Носочки точно будут прикольно смотреться. Посмотрите, как красиво вообще. Солнышко прям радует сентябрьское. Ну что, добро пожаловать в день сегодняшний. И я вам покажу результаты готовых работ. Они у меня все здесь подготовлены. И еще парочка-троечка. Какая парочка-троечка? Один процесс плечевой, как я и говорила. Ну и тут носочки есть, которые я начинала так и не довязала, но начала еще новые. В общем, болтушка я. Поехали. Итак, первое плечевое изделие. Свитер тепленький. Такой котеночек-мигусечек. Это любимый свитер. Я уже вязала такой. Вы у меня уже видели в других видео. По мастер-классу Анастасии Моториной. Самый обычный простой реклам. Вот прям вот для новичков. Самое то. Но мне невероятно нравится, как он сидит. И многим другим девчонкам тоже это нравится. И, собственно, почему я его взяла связать? Потому что Настя в группе, в своей... Точнее, не в группе, а в группе по совместнику любимый свитер объявила новый поток. И там присоединилась аж, наверное, человек 400. И девчонки вяжут активно. И так чувствую, что-то я так вдохновилась. Решила, что мне тоже нужно его связать. У меня лежала пряжа Газал Альпака Эйр. Ну, типа Drops Air, да? Такой же метраж. Ну, практически аналог, как мне кажется. Вот. И я хотела вообще... Я покупала на кардиган, но я его передумала вязать. Вот. Поняла, что пока я не похудею, не постройнее побольше, он мне не подойдет. Он сильно там с косами, с айранами, с а... А... Как, наверное, говорится? С айранами? Аранами. Короче, он с косами. Вот. И я решила, что пока я его вязать не буду точно. А пряжется что? Ну, что она лежит? А сейчас зима, и вот такие вот свитера обычные, лицевой гладью, вы знаете, я очень люблю. Я чаще всего именно их ношу. Вот. И под одежду удобно, и вообще. Поэтому у меня получился вот такой классный свитер. Вот. Связала я его за пять дней. Ставила себе задачу на три дня. Но были выходные, приезжали гости, в общем-то, и как-то все это дело закрутилось. Я его не вязала, и поэтому получилось у меня где-то пять дней. Но он вот быстренько вот так связался. Я его опять-таки не взвесила, прошу прощения. По расходу пряжи здесь, ну, все очень индивидуально. По-моему, у меня ушло, как бы не соврать, восемь мотков. Вот. Получается. По пятьдесят грамм. Но я уже и не взвешиваю, точно не скажу, потому что я их оставила в квартире. Ну, вы меня знаете. Опять-таки, знаете, как проще всего я так, как всегда делаю, и многие, наверное, так делают. Я уверена, что вывязывается, ну, это реглан, да, сверху обычный. Здесь всего лишь по две точки разворота, поэтому такая головина практически одинаковая и спереди, и сзади. То есть, небольшой такой росток. Вот. И я вывязываю, там, довязываю, когда уже до конца рекламной линии, отделяю рукава. Довязываю моточек, который у меня был здесь начат, и дальше уже перехожу на рукава. Довязываю рукава, а потом гоню уже лицевую гладь, смотрю по длине, как мне нравится, как мне подходит, и вяжу. Этот свитер на размер 44, даже, мне кажется, на 48 он подойдет. У меня 46, плюс-минус. Вот, размер, и он не так свободненько, но при этом он достаточно короткий, под высокие брюки, с высокими брюками, с высокой посадкой очень хорошо смотрится. Вот такой красивый свитер. Я вам еще его поснимаю дополнительно близко на вешалке, чтобы было понятно. Вот. Вот такой красивый цвет. Я цвет и моточек сам поставлю здесь уже, картинку, фотографию. Что я делала по-другому? Чем отличается он от тех предыдущих свитеров, которые я вязала? Предыдущие я тоже поставлю картинки, вы посмотрите, кто не видел. Да, в принципе, ничем. Единственное, что здесь у меня спицы были пятерка. Нет, шестерка. Вот. И, да там, наверное, тоже у меня была шестерка, поэтому не отличается. В мастер-классе вообще семерка идет, но я рыхло вижу, поэтому не стала. Здесь у меня такое закрытие рукавов и низа, знаете, как я делала? Я закрыла обычным способом, а потом сделала обвязку крючком. Такое ручное. Прямо вот видно, что, да, это ручная работа, какие-то такие неровности петелек. Мне прям нравится. Сейчас, девочки, пойду открою Алису, а то она кричит. Так, все, я не одна. Я вернулась с Алисой. Она тоже очень любит сниматься. Да, слышите, да? Ее на ручке просится. Ну, вы уже все знаете. Вот. В общем, вот такой красивый цвет, такой базовый, универсальный свитер. Я думаю, что он будет отлично смотреться и с кожаной курткой, да, и зимой я его буду носить прекрасно. Я фотографии еще не сделала на момент записи видео. Ну, вы поняли, да? То есть, дама хочет в кадр. Фотографии я не сделала еще, но на момент, когда я буду редактировать видео, я обязательно уже их ставлю, сделаю, потому что у нас неимоверно жарко на улице. Дома прохладненько, хорошо. Я вот, кстати, видите, в своем кардиганчике, который в прошлый раз вам показывала. Очень он уютный, классный, ношу его с удовольствием. До сих пор спандекс не вставила, надо. Вот. В общем, на улице пока жарко, сейчас время час дня. На улице жарко, 25-27 у нас, поэтому я решила, что съемки свитера я перенесу на вечер. Я обязательно вам его сфотографирую, мне хочется просто на улице, не хочется в доме это делать. Вот. И покажу вам, тогда представлю фото или видео, что получится у меня там уже. Я и с серыми брюками его мерила, он неплохо смотрится, и с черными брюками, и даже с платьем я его мерила. В общем, мне он безумно нравится. Я не зарекаюсь, но мне кажется, что я еще такой в белом цвете захочу связать. Вот. В общем-то, вот такой свитер. я им безумно довольна. Пять дней, и свитер готов. Если было бы время, вообще и три дня, и тоже он готов, не проблема. Мне кажется, очень-очень легко. Прям. И вот, ну вот, мне все нравится. Единственное, что в следующий раз я еще попробую закрытие иглой. Я пока еще никак не решусь на это закрытие. Как-то я пробовала, у меня не получилось. И все. Я такой у меня незакрытый гештальт по этой иголочке. В общем, нужно будет попробовать обязательно. Я, скорее всего, это сделаю в своей вот текущей работе. Попробую закрыть все-таки итальянским способом. Но этот способ мне тоже очень нравится. Прям очень хорошо держится резинка и смотрится. Стирала я в стиральной машине на 30 градусах. На 30 градусах отжимала 400 оборотов. В общем, все с ним нормально. Пряжа не села, не растянулась. В общем-то, все прекрасно. Такой вот у меня готовый, любимый свитер. Он, правда, любимый. Потому что, ну вот, и в первый мир, как говорится, можно какое-то украшение, можно какую-то брошку. Вот. И будет он уже такой нарядный. Кстати, там на видео, в кусочках, вы, наверное, видели, что я пробовала пайетки добавить к нему. У меня есть такие прекрасные пайетки, которые прям вот идеально подходят к этому цвету. Но я все-таки решила этого не делать, потому что все-таки я хочу его носить на постоянку. А пайетки, они какие-то обязывают, наверное, к какому-то более праздничному моменту. И не совсем удобно под верхнюю одежду, может быть. Может, могут колоться, конечно же. Я не знаю, у меня никогда не было одежды с пайетками, если честно. Я не любитель всяких вот таких блестящих вещей. Но вот в вязании мне стали они нравятся. Поэтому, кстати, Настя тоже из Ангоры вяжет сейчас такой свитер. И там с пайетками очень красиво смотрятся. Может быть, вот с Ангорой, да, с какой-то пушистой пряжей. Пайетки прям вот... Может быть, я беленький такой свежу потом. Может быть, испуханного. В общем, посмотрим. Либо какое-то другое. Может быть, я... Мне... Не то, что не совсем нравится, но мне иногда хочется какую-то более глубокую горловину, да, сделать. Может быть, другой росток связать там, да, углубление по горловине. В общем, не будем загадывать. Пока есть эта работа. И она мне, ну, очень и очень нравится. Так что пишите свои отзывы, оценочки. Я думаю, что многие любят такие базовые свитера. В общем, очень клевый. Если кто-то вяжет классический реглан, он это все умеет, знает. И тут ничего вообще сложного нет. И сами рассчитаете, если что. Если новенький, если только начинаете вязать, то можно, конечно, приобрести мастер-класс. Вы знаете, я обожаю мастер-класс. Это очень-очень удобная вещь. Так. Ну что? Свитер тогда убираю. Фотографии, я надеюсь, вам уже здесь везде подставила, показала. Либо дальше это сделаю. А теперь переходим к моей второй работе, дабы не затягивать это видео. Вторая моя работа, как вы поняли, это паутинка. И она тоже прекрасна. В общем, это видео будет кишить моим довольным лицом по вот этим готовым изделиям. Мне все очень нравится. Я только что это все примеряла. Поэтому вот у меня такие свежие воспоминания. И прям вот все меня в них устраивает. Если бы не еще килограмма-три спросить. У меня будет еще больше, конечно, устроено. Ну, так хорошо. Сейчас мы сделаем еще. Вот такая паутинка у меня получилась. Я вязала ее тоже по мастер-классу. Я вам оставлю внизу ссылку на этого автора. В принципе, опять-таки, если вы хоть раз вязали реглан, здесь вообще ничего сложного нет. Здесь реглан также сверху. Единственное, что здесь не вывязывается росток, а просто вот здесь несколько рядов идет азиатский росток. И все. Можно и росток вывязывать, мне кажется, как удобно. Можно вообще без ростка, мне кажется. В принципе, тоже это паутинка. Я даже, несмотря на то, что здесь несколько рядов азиатского ростка, я не могу понять, где у меня зад, где перед. Как бы я ни одевала, она, в принципе, одинаково смотрится. Поэтому, не знаю, мне кажется, ее можно просто связать регланом, набрать вот на горловину сколько вам нужно петель, и дальше вязать, как вот вам нужно, в длину эти регланные линии. Все очень просто, но, тем не менее, тоже я вязала по мастер-классу, потому что с паутинками я никогда раньше не сталкивалась. Не вязала я их, если честно, очень боялась. Потому что, по моему мнению, было так, что паутинка идет очень стройным таким девушкам, 42-44, да, размер российский, и дальше она как-то не очень смотрится. Ну, вы знаете, вот у меня 46, и мне, мне кажется, прям неплохо в ней. Я тоже сейчас фотографии сделаю и тоже вам сюда их приложу. Я ее померила и с брюками, и с джинсами, и с платьем-сарафаном. Тоже все неплохо смотрится. Единственное, что я вот здесь немножко перетянула закрытие, когда будете закрывать паутинку, если вы вяжете такое изделие, то прям старайтесь, прям свободно-свободно, потому что я немножечко, я старалась свободно, но у меня все равно немножечко перетянулось. Здесь обычное тоже закрытие и обвязка крючком. Вот, тоже самое обычное. Столбики, как это называется, не столбики без накида, а протяжки такие, да, вот я вот не сильно как там правильно называются, просто протяжки делаются из петель. Красивый цвет. Это кит Махер на шелке, дропс. Вязала я горловину спицами номер 7, основное полотно спицами номер 9. Вяжется тоже, в принципе, недолго, быстро. Нужно привыкнуть, конечно, в начале. Здесь как раз вот метод, когда мы меняем левую спицу на меньший размер, он просто необходим. Если вы вяжете паутинку, обязательно вяжите, чтобы у вас левая спица была меньше, чем правая, на полуразмер, на размер, тогда вязание идет намного быстрее. Я, в принципе, всегда вяжу вещи, которые по кругу, там, регланом сверху, регланом снизу, неважно, реглан снизу, да, либо там, когда я вяжу там до проем, потом разделяю. У меня всегда левая спица на размер меньше. Так и быстрее вяжется, и легче скользят петли. В общем, а здесь это просто необходимо. Я пока вязала три ряда первых на одинаковых спицах, я намучилась. А потом, когда поменяла, все вязание полетело, смотрится очень хорошо, к телу она очень приятная. Единственное, что еще у меня был момент, когда я вязала, у меня какие-то покраснения глаз начались, вот прям красные глаза слезятся. Я подумала, что, может быть, из-за кидмахера. Хотя до этого я вязала зефирку, которую нужно собрать. Кстати, скоро-скоро мы это сделаем. Вот. Зефирку вязала свою, которая Кассандра, свитер. И у меня не было таких проблем. Ну, там инфинити, мохер на шелке, а здесь дропс. По ощущениям, дропс прям даже мягче, чем инфинити. Там такой тоже котеночек-котеночек. Но вот что-то непонятно, почему у меня такое было. Я потом пару дней не повязала этот свитер, и у меня глаза прошли. В общем, у меня есть еще пряжица, пряжа этого производителя. Я еще заказала три моточка, такого зеленого цвета, красивого, такого оливкого. Мне хочется еще связать паутинку, потому что там мне очень понравилось. Но я хочу теперь, наверное, без горлышка, вот с таким вырезом, связать. Посмотрим. Буду проверять. Может быть, это вообще с этим не связано. Может быть, что-то цвело, или полетело осень. Мало ли, все может быть. Поэтому вот такая красота тоже. Я вязала на размер М. Если взять на размер Л, она будет пошире. И про перетянутый низ с брюками мне оказалось даже удобно, потому что я прямо, знаете, раз, подвернула и держится эта паутинка. А, конечно, с платьем, с сарафаном, как я ее хотела носить, некрасиво. То есть нужно, чтобы низ был совсем не стянут, чтобы он был просторный-просторный, чтобы она была оверсайз-оверсайз. Поэтому вторая паутинка у меня будет, наверное, на размер больше. Я вот не отпарила только. На размер больше будет. И буду стараться, чтобы низ был не перетянут. Давайте я вам ее поближе покажу. Вот так она выглядит. Такие, знаете, петли. Ну, в общем, такие разные получаются. Но это ее абсолютно не портит. я думаю, конечно, к этой пряже нужно привыкнуть, набить руку. Но мне даже нравится. Такое ощущение, что, как будто, знаете, такая рвань чуть-чуть получилась. Но это не рвань. Мы с вами разговаривали. Прямо мне уже, мне кажется, понаделась я этого махера. Вот. Очень мне нравится, как смотрится. но вот будем смотреть, как она смотрится, смотреть. Но будет видно, как она себя покажет в носке и как я буду себя в ней ощущать. Вот. Там сообщения приходят, простите. Вот такая вот еще одна красота. Я думаю, дальше. Дальше по моему текущему процессу. Кстати, девчонки, помните, в прошлом видео я вам рассказывала о том, что создала группу в Телеграм, группу Вяжу в Воронеже и группу Петельки Радости. Вот. Спасибо вам, что вы все присоединились, кто хотел. И еще присоединяетесь. И у нас там такое невероятно теплое общение. Я стараюсь не надоедать, да, очень так иногда пишу какие-то сообщения. Спасибо вам, что вы пишете свои сообщения, что делитесь своими работами. они невероятные, потрясающие, просто. Мои рядом не стояли. Вот. Там такие носочки, там такие шедевры девчонки творят, и детские комплекты, и чего только нет. Мы там делимся бесплатными описаниями, какие где-то кто увидел, кто где успел схватить, пока оно было бесплатным, там, да, или еще что-то. Вот. И тоже вот это новая работа по описанию свитера Марвин. Тоже девочки делились, это описание было бесплатным. Сейчас я даже не знаю, где его взять, поэтому ничего вам оставить не могу. Присоединяйтесь в группу, будете тоже с нами знать, смотреть. И, в общем-то, это тоже вот такой классический свитер Леглан. Тоже буквально, наверное, за 3-4 дня это связало. Здесь уже такая двойная горловина низкая. Вы, наверное, видели в кусочках видео, да, все это уже у меня. Это у меня пряжа Drops Air. Drops Air цвет 22. Вот такая пряжица. Сейчас будете ругаться, что я пряжу. называю. Мне так нравится это слово пряжа. Вот. Вот такая пряжа. Заказывала на маркетплейсе. Честно, что хочу по ней сказать. Мне кажется, я уже говорила тоже там в кусочках видео, это момент, что эта пряжа на маркетплейсе, она продается по 3 маточка в комплекте. Если вот, например, Gazelle Air я покупала сразу упаковку, там было 10 мотков. Я покупала в Москве оффлайн. А тут, получается, заказывала через маркетплейс. Там по 3 маточка. Я заказывала 9 маточков. И два комплекта не сразу пришли. Один комплект аж из Белоруссии мне ехало. Видимо, кто-то заказывал, может, отказался, не знаю, что как. и они немножко отличаются. Хотя это одна партия, один номер цвета, все в порядке, но маточки отличаются. В одном из комплектов маточки была такая нить, знаете, менее пушистая, какая-то более тонкая. Но, в общем-то, я старалась как-то на рукава отделять, там сюда, туда, в общем, но пришлось мне даже иногда менять маточки. Я начинала видео, что есть такая разница большая, и, в общем-то, пришлось отрезать нить. Но благо, это шнурок, соединяется легко, просто никаких узелков нет. И, в общем-то, прятать кончики не нужно. Поэтому все в порядке. Узелки, кстати, в Drops Air встречаются. Вот, наверное, из пяти моточков, которые я начала, ну, узелка три было точно. Мне жарко. Я решила раздеться. Все равно зачем прям так жарко-жарко. Вот. Вот узелка три было, поэтому Gazal Air, наверное, я парочку тоже встречала из тех моточков, что я вязала. Ну, ничего страшного, в принципе. Но хотелось бы, чтобы, когда покупаешь пряжу подороже, чтобы, конечно, такие моменты реже встречались. В общем, ладно. Вяжу я этот свитер, да, по описанию. немножечко от себя добавила, я по-другому немножко сокращаю петли на рукавах. Сидит неплохо, сидит хорошо, с ним все в порядке. Единственное, что, скорее всего, я буду распускать вот эту резинку. тут у меня нитка просто одета такая, я вытащила спицы, чтобы примерять было удобно, поэтому не смотрите на этот низ, он не закрыт. Я, скорее всего, распущу эту резинку, провяжу длину побольше, как вот у серого свитера, и сделаю там тоже вот, тоже такую резиночку поменьше, потому что мне вот такой момент не идет. вот я померила, мне не нравится, как сидит низ свитера, поэтому я довяжу рукава, распущу этот низ и буду вязать еще лицевую гладь, а потом уже свяжу резиночку. Но вот повторюсь, попробую закрыть здесь петли итальянским способом. Попробую. Не знаю, получится ли нет, но буду очень стараться. Но цвет такой классный, мне хочется побыстрее довязать этот свитер и сфотографироваться в такой осенней листве. У нас, конечно, сейчас чудесная погода, у нас прям бабье лето, золотая осень, все очень красиво, но вот уже со следующей недели обещают дожди. Поэтому у меня стоит такая задача для себя, что я довяжу этот свитер прямо вот на этой неделе, потому что на следующей неделе у меня не будет времени, а потом уже вам расскажу, почему, буду занята в основном, буду уже меньше вязать. Поэтому, поэтому задача такая у меня стоит, чтобы за два дня его закончить, постирать, сфотографироваться, конечно же, вам похвастаться, ну и потом носить с радостью. В общем, вот такая у меня работа. Тут тоже. Вот тут, кстати, мне очень нравится горловина, как вывязывается, видите, такие углубления по переду, здесь больше, конечно же, точек разворота, вот, по-другому немножко я их провязывала, я, кстати, в любимом свитере провязывала не как у автора, поднимается петля из протяжки, а я делала по-другому точке разворота с помощью накида. Мне вот так больше нравится. Или накиды, как там, давайте опять. Надо мне прокидать, как правильно и уже говорить, а то вы меня тогда тапками закидаете опять. В общем, короче, он клевый, дальше уже останавливаться на нем не буду, довяжу, постираю, проведу ВТО и тогда уже вам обязательно похвастаюсь и покажу. Опять прохладно мне, вообще не поймешь. Солнышко выйдет, прям жарко, срячется в доме, прохладно, отопление мы пока не включаем и не хочется пока, если честно, но был период, когда включали, было достаточно уже прохладно, но потом вот такое лето к нам вернулось. Поэтому по плечевым изделиям все, сейчас покажу вам, что у меня с носочками. Вы знаете, что носочки у меня продвигаются не так быстро, как плечевые, плечевые у меня как-то больше даже летят. По носочкам, по носочкам, вот что у нас. Помните, те носочки, которые я начинала в прошлом видео, один носочек у меня готов. Понятно, что в ТО еще не было. Вот такой обычный носочек, согласитесь, как, не знаю, бабушкина пятка, наверное, называется. Вот здесь получается у меня ленточное закрытие. В общем-то, вот такой красивый цвет. Цвет, я там все представляла вам, показывала в прошлом видео. Сейчас я просто показываю вам текущую работу. И он был бы готов бы и второй носочек, потому что какой-то день я прям села и прям начала вязать, и вот провязала, и провязала пятку. Ну, почему-то у меня получилась разная пятка. То ли я как-то там не так сокращала, то ли что-то еще. Пришлось все распустить, психануть, конечно же, чуть-чуть, и убрать их в ящик. В общем, я попробую повторить то, что я связала здесь, посчитаю. В общем-то, надеюсь, что все будет хорошо, и второй носочек у меня тоже к следующему видео будет довязан. В общем-то, да. Вот так. Ну, ну, конечно же, я начала еще одни носки. На самом деле, еще одни. Ну, здесь одни у меня. Я начала еще одни носки. Это тоже пряжа. Она и там была. Ализе Артисан. Так, здесь у меня тоже Ализе Артисан. Вот такой синий цвет, такой глубокий, красивый цвет, 797. И он как бы мужской цвет, да, но мне захотелось связать женские носки, только повыше. Опять-таки, пока что без рисунков. Я люблю тоже носочки лицевой глади в основном. И, в общем-то, я связала. Тут осталось только мне иголочкой закрыть. Вот такой высокий пакалинок, пятка. Здесь я пятку вязала вообще таким же способом, как я вязала, когда носки у меня были на двух спицах чулочных. И вы знаете, она очень хорошо села. Но вот пока они в таком непрезентабельном виде, поэтому особо ничего не понятно. тут тоже я уже начала пяточку, поэтому, в принципе, тут работаю вот на пару вечеров и две пары носочков у меня будут готовы. Вот. А потом я хочу все-таки начать носочки попробовать. Уже давно хочу попробовать и все никак не попробую. Так, ну что, давайте перейду на формат руки в кадре, покажу вам поподробнее два свитера, которые у меня готовы. Ну и потом, наверное, вернемся еще сюда на пару минут. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок ну что, друзья, на этом я показала вам все свои готовые изделия. На спицах, вы поняли, у меня две пары носочков, но есть еще третий, но там пока еще нечего показывать. А также вот этот горчичный свитер. В планах у меня начать кардиган крючком. Вот. Я надеюсь, что я к следующему видео прямо его свяжу, потому что мне кажется, он не сильно долго вяжется. И пока не буду еще говорить, что я буду начинать вязать, потому что я что-то по-любому еще начну вязать, как только закончу. А, слушайте, красный же свитер, да? Про красный свитер, давайте поговорим. Еще минутку. помните мой свитер, который я вязала и спрашивала у вас варианты для названия. Я его вяжу из мериноса и в дополнение у меня там ниточка из бобинки. Тоже про это все рассказывала, не буду повторяться. Вот. Я немножко переборщила с регланными линиями, и мне не понравилось, как сидит росток. Спрашивала у вас совета, что мне с ним делать. Да, я его распустила. Я тут кусочек, наверное, приложу. Я его распустила. Этот свитер, хотя он был связан уже прям очень много и даже один рукав. Вот. Но если он не подходит по размеру, конечно, я его не буду носить. Поэтому я его распустила и даже начала вязать заново горловину. Но пряжа косо ложится, так как она приняла форму. И ну под парой держать, если честно, не хочется. И пока я его отложила, скорее всего, я его тоже начну вязать. Мне тоже очень хочется это сделать. Иначе я его никогда не свяжу. Но я буду вязать, наверное, его не регланом, а уже отдельными частями, скорее всего. В общем, я подумаю по названию. Спасибо вам огромное за такое количество названий. Они все классные. Там и Кармен, и что там было еще рябина, ну много-много всяких малина, и много-много всяких названий. Мне больше понравилась земляника. Поэтому я хочу унасать земляника, земляничный свитер свой. Будет, обязательно он будет, потому что мне тоже безумно нравится эта расцветка. Я хочу его связать, но вот пока вот недельку я точно еще к нему не вернусь. Мне нужно немножко остыть, осмыслить. Роспуски для меня вы знаете, как дается тяжело, поэтому да, поэтому вот так. В общем, я вас еще раз всех благодарю за просмотр еще раз, потому что я каждое видео это делаю, я не устану это делать, мне безумно приятно, что вы смотрите мои видео, что вы комментируете, ставите лайки или не ставите, как считаете нужным. Не буду ничего просить, потому что вы и так у меня такие самые-самые классные, мне кажется. Зрители, мне безумно приятно, что вы у меня появились в жизни, присоединяйтесь к нашим группам, пишите комментарии. Я во всех соцсетях Ирина Третьякова, так что добро пожаловать, я вас всех буду рада видеть везде. Вот, и я прям вот, знаете, тараторю-тараторю, чтобы быстрее уложиться, чтобы видео было покороче, но мне так хочется поболтать, нужно чаще снимать, чтобы вся моя информация была дозирована, чтобы я укладывалась полчаса, но при этом не тараторила. В общем, буду лучше. Спасибо вам за внимание, прекрасного вам дня, отличного настроения, пусть все, все, все будет у нас хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok